Для меня лично нет лучшего сравнения рассказать о бизнесе, нежели чем рассказать на примере секса. Как говорит девочка, у меня на него стоит. Вот знаешь, подходит так ко мне парень и говорит мне, ну кстати, правдивая ситуация, давай потрахаемся. Тогда ваш секс будет по-настоящему чувственный, именно тот, о котором и он, и ты будешь вспоминать всю свою жизнь. Нет ничего стыдного в том, чтобы изначально, когда только начинается твой путь, учиться сексу на порно-сайтах и смотреть, как они это делают, что происходит. Ну ты же помнишь, мы смотрели с тобой такие фильмы в школе. Бизнес-формат так не снимают. Привет, друзья, с вами я, Ольга Ермилова. И сегодня, как всегда, в эфире наша рубрика Ask Me. Сегодня мы поговорим с вами на очень пикантную тему и на вопрос, который очень часто мне задают в личных сообщениях. Ольга, а что общего между сексом и бизнесом? Вы знаете, определенно что-то есть. Настолько, что сегодня мне захотелось поговорить об этом прямо лежа в постели. Ну а почему нет? Секс и бизнес. Ты как смотришь на меня? Уже не так. Начнем с того, что и между сексом, и между бизнесом так много общего, что для меня лично нет лучшего сравнения рассказать о бизнесе, нежели чем рассказать на примере секса. Начнем с того, что... нет. Начнем с главного. Для того, чтобы все заладилось у нас в бизнесе, очень важно, чтобы ниша, которую мы выбрали, ну, соответственно, то дело, которым мы занимаемся, действительно по-настоящему нас составляла. Самый простой пример – это наши отношения с партнером. Когда партнер нам нравится, когда нам страшно хочется, нету никаких других важных дел. Нету понятия «я устал», «у меня болит голова» или «не хватает времени на то, чтобы с тобой встретиться». Ничего такого не происходит. Ты всегда находишь время. Потому что, как говорят девочка, у меня на него стоит. В бизнесе дела обстоят точно так же. Когда ты выбрал именно то дело, на которое у тебя стоит, нету никаких отмазок. Ты не говоришь себе «Ой, мне некогда провести встречу», «Ой, мне некогда написать какой-то текст», «Мне некогда подумать о сайте». Нет, ты страшно хочешь. Поэтому всякий раз, когда ты ищешь очередную отмазку для того, чтобы что-то не сделать, спроси себя, у меня стоит на это или нет. Чтобы у вас действительно все получилось, важно в какой-то момент расслабиться и отпустить ситуацию. Ну, помнишь, когда ты стараешься, 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 и не можешь никак расслабиться, и постоянно думаешь, ну тебе хорошо, ну а сейчас, ну еще. Ну, и в результате весь такой изнеможденный, такой уставший, такой «Ммм», и никакого удовольствия. С бизнесом точно так же. Когда ты очень сильно ждешь результата прямо сейчас. Вот ты написал текст и думаешь, вот отправил, а денег нету. Или вот сайт запустил и ждешь продаж, ну когда же, ну когда же, а продаж нету. И вот ты такой весь уставший, изнеможденный, и все как всегда. Для того, чтобы удовольствие наступило, ты просто делай это ради удовольствия и знаешь, что наступит, обязательно наступит. Наслаждайся процессом. Зачем тебе постоянно думать о конечном результате? Ну будет, все будет. Не переживай. Бумажку. Так. Соблазнять и не давить. Вот знаешь, подходит так ко мне парень и говорит мне, ну кстати, правдивая ситуация, давай потрахаемся. И ты так, как школьница. В смысле? Ты что? Ты о чем? Ну сам понимаешь, конечно так бывает у взрослых девочек, незамужних. Бывает, бывает. Но вот только редко, когда с этого рождаются какие-то настоящие отношения. С бизнесом точно так же. Если ты просто хочешь сорвать банан и быстро заработать, то, конечно, можно что-то быстренько продать, быстренько сварганить, быстренько придумать. Но рассчитывать на то, что это будет классный бизнес в долгую? Нет. Никак. Поэтому запасайся терпением. И придумывай тактику покорения и завоевания. Пиши бизнес-план, разрабатывай стратегию и действуй, действуй и действуй. И кто знает, вполне возможно, что именно она станет твоей женой, а этот бизнес сделает тебя известным и знаменитым. И маленький совет. Будь готов всегда к одному. Какой бы план ты ни придумал, все однозначно будет по-другому. Давай вот сюда сяду. А давай вот следующее, после изучай, что там написано. Изучай. Для того, чтобы ваши отношения по-настоящему приносили друг другу удовольствие, необходимо время. На то, чтобы познакомиться поближе, на то, чтобы узнать, что нравится ей, что нравится тебе. И тогда ваш секс будет по-настоящему чувственный. Именно тот, о котором и он, и ты будешь вспоминать всю свою жизнь. В бизнесе тоже нужно время. Время на то, чтобы изучить. Изучить конкурентов, нишу, изучить партнеров. В конце концов, понять, что здесь есть особенного. И чем ты можешь таким особенным выделиться. Не торопись. Хотела что-то сказать, а забыла. Будь собой. Не забывай о том, что нет ничего стыдного в том, чтобы изначально, когда только начинается твой путь, учиться сексу на порно-сайтах и смотреть, как они это делают, что происходит. Ну, ты же помнишь, мы смотрели с тобой такие фильмы в школе. Но со временем, когда ты начинаешь получать свой опыт, у тебя вырабатывается свой собственный вкус, своя манера, и вряд ли ты в интимные моменты думаешь о том, как тебе открыть рот, вдохнуть, вздохнуть. Нет, все происходит само по себе. С бизнесом, впрочем, то же самое. Когда ты начинаешь, нет ничего постыдного в том, что ты взял чью-то модель, ты посмотрел, как они это сделали, и сейчас пытаешься копировать. Это нормально, ты начинаешь, ты молодец. Но тогда, когда время немножко пройдет, ты захочешь все поменять и делать как-то по-другому, то, как это чувствуешь ты. И здесь параллель с сексом самое что ни на есть настоящее. А, уже все, мы сейчас заканчиваем, да. Встанешь надо мной с камеры, вот так вот такой. Ну, давайте красивенько просто закончим, так и все. Главное правило, о котором мы все должны помнить, это то, что нет ничего ценнее и важнее, чем быть собой. Быть разными, быть такими, какими мы можем быть. И в бизнесе, и в сексе. Не устанавливать никаких шаблонов, не говорить, что бизнес-формат так не снимают. Все может быть по-разному. Главное, чтобы вы кайфовали от того, что вы делали. И тогда успех вам обречен и в сексе, и в бизнесе, и в чем бы то ни было. Я буду очень ждать ваших комментариев, потому что, потому что мне интересно, что вы напишите мне на этот раз. Но в следующем выпуске я уже знаю, о чем я вам расскажу. И я расскажу вам о книге, которая изменила мою жизнь, и которая непременно сделает это с вашей. Так что не забывайте поставить мне свой лайк, потому что сегодня я его заслужила. Я старалась и была хорошей девочкой. Я старалась и была хорошей девочкой.